Серьезная авария произошла этим летом. В результате срыва технической пластины на центральном водоводе, курорт в разгар сезона остался без воды. Но благодаря работе единой дежурной диспетчерской службы были скоординированы все коммунальные подразделения администрации города. Налажены поставки питьевой воды из других городов Краснодарского края. Общими слаженными усилиями серьезных последствий удалось избежать. Мы понимали, что эту аварию мы не сможем быстро устранить. Это не час, не два уйдет на это устранение аварии. Мы должны были как-то информировать население. Естественно, мы первую сразу же эту информацию передали в единую диспетчерскую. Потому что большинство звонков поступает и к ним тоже, а не только к нам. В Анапе единая дежурная диспетчерская служба работает уже более 10 лет. По итогам ежегодного конкурса, который проводит ГУ МЧС по Краснодарскому краю, Анапская ЕДДС заняла первое место в регионе и вышла во второй этап, заняв второе место уже на уровне Южного федерального округа. Только в этом году в службу поступило 74 тысячи звонков. Спасатели 310 раз выезжали для проведения аварийных, спасательных и других неотложных работ. Обработано и передано в соответствующие структуры 19 тысяч обращений граждан. Важный элемент в работе ведомства – система «Безопасный город». Сегодня она объединяет свыше 300 видеокамер, установленных на набережные, въездных трассах, пляжах и в местах массового скопления людей. В настоящий момент идет активная работа по внедрению системы вызова экстренных служб по единому номеру 112. Ее цель – оказание оперативной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. План по исполнению находится на личном контроле главы муниципального образования Юрия Федоровича Полякова. В Краснодаре и в крае его в целом курирует первый вице-губернатор Алексеенко. Финансирование предусмотрено в полном объеме и по нашим оценкам в новом курортном сезоне телефон 112 в Анапе будет работать в полном объеме. Руслан Душевский, Анапа. Регион.